МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телеканал «Тверь сегодня» в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Начну с мировых известий. Сегодня в Москве с визитом спецпосланника ООН Кофе Анан. Накануне поздно вечером состоялись его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры с Лавровым в формате ужина проходили в особняке МИД на Спиридоновке. Перед встречей ни Лавров, ни Анан с журналистами не общались. Лавров встретил спецпосланника ООН на крыльце здания. Они обменялись рукопожатием и прошли в особняк. Затем, также не пообщавшись с журналистами, дипломаты покинули здание МИДа. Их переговоры длились два часа. Как показывает дипломатическая практика, чаще всего на переговорах подобного уровня не делается заявлений для прессы, когда стороны не пришли к согласию. В преддверии визита Анана в Россию в Сирии произошла очередная серия терактов. Эксперты уверены, что в этой ситуации в Москве сторонам удастся договориться лишь о продлении мандата миссии наблюдателей ООН в Сирии, потому что Россия не изменит свои позиции по урегулированию сирийского конфликта исключительно мирным путем. Западная версия резолюции, напомним, предусматривает ограничение санкции. За несколько часов до встречи с Ананом глава МИД России Сергей Лавров обострил дискуссию. Он провел в Москве пресс-конференцию, на которой заявил, что Россия не даст западным странам пустить коту под хвост, достигнутые в Женеве 30 июня во время встречи группы действий по Сирии формулировки. В очередной раз скажу, мы не поддерживаем Башара Асада. Мы поддерживаем то, о чем договорились все. План Кофи Анана, резолюции Совета Безопасности и Женевской коммунике. Причем поддерживаем эти документы во всей их полноте. Только комплексно можно их выполнить, а не в какой-то одной кому-то понравившейся части. При этом мы примем любое решение сирийского народа относительно того, кто будет управлять Сирией, лишь бы это было решение самих сирийцев. Причем это решение должно быть принято в рамках сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех этнических и религиозных групп. А все вопросы, связанные с реформированием политической системы, с определением параметров и сроков переходного периода, который, конечно же, необходим, все эти вопросы должны решаться самими сирийцами через диалог между правительством и всеми оппозиционными группами, как это и предлагает план Коффианана, и как это записано в Женевском коммунике. Между тем, сегодня все мировые информационные агентства передают сообщения о полномасштабном наступлении сирийских повстанцев. Боевики свободной сирийской армии в соответствии с новой тактикой начинают наступление на все позиции правительственных войск в городах и деревнях с тем, чтобы заставить президента Асада капитулировать. Помимо этого, свободная армия Сирии заявила, что будет считать легитимными целями любых вооруженных сторонников Асада из сопредельных государств, в частности, отряда ливанского движения Хазбала и стражей иранской революции. Столкновение в Сирии не прекращается уже более года. По данному ООН, общее число жертв превысило 12 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что вооруженная оппозиция получает поддержку извне, в боях гибнут военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Сообщение о новых вооруженных инцидентах и жертвах поступает регулярно, несмотря на то, что с середины апреля в соответствии с планом Кофианана в стране объявлено перемирие, за соблюдением которого призвано следить наблюдатели ООН. Еще из заметных событий уже в России. Наши пограничники в Японском море открыли огонь на поражение по китайской рыболовной шхуне. После трехчасовой погони предупредительной стрельбы, а затем стрельбы на поражение по корме шхуны, она остановилась. При попытке пограничников высадить на судно нарушитель досмотровую группу, экипаж шхуны оказал сопротивление. Все 17 моряков задержанного судна – граждане Китая. В результате стрельбы и задержания погибших, и раненых нет. В трюмах траулера было обнаружено более 20 тонн кальмара. А на Чикотке. Тем временем российские пограничники задержали шестерых граждан Соединенных Штатов Америки. Все они участники реалити-шоу «Опасные воды». По сообщению пресс-службы правительства региона, граждане Соединенных Штатов еще 6 июля пересекли Берингов пролив на гидроциклах и высадились на российской территории, где и были арестованы пограничниками за отсутствие необходимых документов. Пока суть до дела. Гостей разместили в поселке Лаврентия и обеспечили горячим питанием. В свою очередь путешественники опубликовали информацию в электронных СМИ, где в грубой форме сообщили о том, что их незаконно удерживают и препятствуют к возвращению домой, отмечает пресс-служба правительства Чикотского автономного округа. По результатам разбирательства, граждане США за нарушение режима государственной границы России привлечены к административной ответственности. Каждая из них была штрафована на 2000 рублей. Теперь в космос. Российский Союз, стартовавший 15 июля с Байконура, успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка произошла в 08.52 по московскому времени. Это знаменательное событие демонстрировалось в режиме реального времени на большом экране в Центре управления полетами. В составе нового экипажа на МКС прибыли Юрий Маленченко, астронавт Канаса Сунита Уильямс, а также астронавт японского аэрокосмического агентства Акихика Хашиды. Новичков на санкции ждут россияне Геннадий Падалко, Сергей Ревин и астронавт НАСА Джозеф Акаба, которые будут работать с вновь прибывшими до конца сентября. Об этом сообщает Этартас. Новые космонавты проведут на МКС более 30 научных экспериментов. Кроме того, они примут и разгрузят несколько транспортных кораблей. В частности, им предстоит принять на орбите первый коммерческий грузовик, а также пристыковать к станции второй коммерческий американский корабль СПХ-1. Эта ответственная миссия возложена на Уильямс и Акабу. На японском грузовике на МКС будет доставлено пять миниатюрных спутников, которые запустят сами космонавты с помощью японского же манипулятора. Ну и в некотором роде в продолжении темы о высоком. Сегодня в Твери собрались ведущие российские искусствоведы. Тема встречи и общения не нова, судьбы мира. Однако эта тема по-прежнему остается у нас актуальной. Евгения Щетинина послушала светил отечественного искусствоведения. Возрождение культурных ценностей в общественном сознании сегодня для людей искусства задача первостепенная. Существует мнение, что человек с недавних пор начал духовно деградировать. Повернуть эволюцию в нужное русло решили не без помощи ведущих теоретиков и практиков в области искусствоведения. На Всероссийской научно-практической ассамблее обсуждались проблемы современного регионального искусствознания. Очень важно, что такое всероссийское событие происходит у нас. И мы очень надеемся, что это даст нам возможность еще раз по-другому взглянуть на творчество, на людей, которые занимаются искусством и культурой с точки зрения некой идеологии. На конференции выступали с докладами представители Государственной Третьяковской галереи, Российской академии художеств, заслуженные деятели культуры и искусства. В своем приветственном слове один из гостей назвал Тверь культурной столицей России, объяснив, что остальные две уже давно увязли в коммерции. Очень хочется, чтобы культура нашего родного города, нашей области и искусства постоянно имела какое-то дополнительное вливание, вдохновение, какое-то обновление. Обновление может быть только на основе глубокого изучения и нашего наследия, и понимание тех процессов культурных, которые происходят сейчас в нашей стране. Вот это как раз и будет влиять на то, что мы все, переоценивая происходящее, сможем прийти к какому-то новому. Поэтому я думаю, что польза таких чтений будет большая. Научная программа ассамблеи рассчитана на два дня. Следующий пункт назначения делегации – старица. Участники познакомятся с реставрацией древних объектов Свято-Успенского монастыря. И еще об искусстве. Из уст министра культуры Якутии Андрея Борисова сегодня прозвучало заявление о том, что сюжет фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» полностью взят из якутского национального эпоса «Алонха». Об этом сообщает «Интерфакс». В «Алонха» фигурирует, в частности, мировое дерево. Ключевым персонажем эпоса является богатырь из племени Ай-Е-И, который проходит через разные испытания, чтобы защитить родственников и соплеменников. В 2005 году ЮНЕСКО включила «Алонха» в список охраняемых объектов нематериального культурного наследия. В «Аватаре» события разворачиваются на планете Пандора, местное население, которое также общается со священным деревом, в котором якобы заключена душа богини-матери Эйвы. Еще 20 лет назад я настаивал на том, что надо развивать якутское кино, на то американская киноиндустрия начнет снимать фильмы по нашим глубокомысленным эпосам. Сейчас мы видим, что фильм «Аватар» Кэмерона снят по мотивам эпоса «Алонха», заявил Борисов. Стоит напомнить о том, что ранее уже проводились параллели между сюжетом «Аватара» и индейской легендой «Апокахонтас». Наша земля! Вернемся домой. В распоряжении нашей редакции оказались видеокадры, снятые студентами Тверского политехнического университета. Материал того стоит. Будущие инженеры по случаю выпуска устроили настоящий бал. Такое грандиозное студенческое торжество проводится не в первый раз. Для студентов политеха оно стало доброй традицией. В этом году бал совпал с 90-летием технического университета. По традиции чествовали лучших студентов. Гордое звание «Герой политеха» получили несколько десятков человек. Все они отличились в учебе, спорте, научной и внеучебной жизни. Ну а после торжественных церемоний, как и полагается, с песнями и плясками, выпускники гуляли до самого утра. Еще из жизни жители центрального района не верят своим глазам. Полным ходом идет снос знаменитой достопримечательности под названием «Маларек» напротив остановки «Бани». Некогда популярный торговый павильон, превратившийся в общественные туалеты, приют для бомжей и наркоманов, уже не один десяток лет украшает главную улицу нашего города. Несколько раз эту конструкцию пытались закамуфлировать различными плакатами, но декораций хватало ненадолго. Жалоб от жителей на соседство с таким свинарником поступало много, однако вопрос о сносе не мог решиться несколько лет. Наконец, на прошлой неделе дело сдвинулось с мертвой точки. А вот на улице Александра Ульянова, что в заволжье дело, с мертвой точки все никак не сдвинется. Дело в том, что в этом году из городской казны на ремонт дорог выделено почти 140 миллионов рублей. Сумма немаленькая и не шуточная. И на своем сайте муниципалитет даже опубликовал реестр всех дорог, которые будут в этом году отремонтированы. Однако вот улица Александра Ульянова в этот реестр не попала. Анна Шевчук продолжает. Анатолий Шишов сторожил улицы Ульянова. В этом доме он живет уже более 70 лет. Последний год своей жизни он посвятил решению главной проблемы всех местных латанию дыр на въезде с улицы Благоева. Когда дожди вообще пройти даже невозможно. Понимаете? Люди приходится обходить где-то по другой улице или где-то стороной. А люди пожилые живут с палочкой. В магазин пройти это проблемы. Активно разбивают дорогу и грузовики, едущие в детский сад. В день, по словам местных жителей, их приезжает несколько десятков. В итоге небольшие ямки на дорогах превратились в огромные выбоины. Отремонтировали вот ту улицу Украинский переулок и следующую. А это почему-то пропустили. Я ходил в Заловское управление. Мне сказали, мы ремонтируем только где интенсивное движение. Там как раз это движение очень маленькое, там еще меньше. А здесь как раз большое движение. Мне мы ничего не знаем. Они даже их пульс не знают. К счастью, в своих поисках правда тверетянин оказался не одинок. Когда терпение совсем кончилось, он с соседями обратился в районную администрацию. Написали ответ. 2012-2014 год. А значит эти два года... Как это? Вот еще отписка называется. Самостоятельно отписка. Ну а пока людям остается лишь ждать, когда же власти начнут латать дыры на горе дороги и считать деньги, потраченные на ремонт автомобилей. Про нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, здесь никто и не вспоминает. А в Москву тем временем приехал китайский церк. Больше ничего говорить не стану. Искусство трудно комментировать. Просто смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok